добрый день уважаемые друзья и снова вы на моем канале сам себе бензомастер сегодня мы с вами будем делать комплексный ремонт что здесь произошло здесь произошло разрушение подшипника на шатуне коленвала частички попали под поршневые кольца кольца рассыпались то есть она заклинила и теперь нужно здесь делать целый комплекс здесь нужно менять однозначно поршневую и надо менять коленвал вот сейчас мы с вами это и сделаем сначала я буду делать разборку то есть снять поршневую невозможно практически даже ударяя по ней вот поэтому будем разбирать ее и снимать поршневую вместе с коленвалом то есть я сейчас снимаю все навесное все что здесь есть это откручиваю бачок где будет мешать откручиваю стартер переднюю чашку вот эту всю не сниму вместе с передней частью картера вот сейчас это все и сделаем откручиваю катушку зажигания чтобы она мне не мешала здесь с вами сделаем замену прежде всего это коленвала и цилиндра с поршнем сделаем замену сальников коленвала в этом случае это обязательно делается вот теперь сейчас будем снимать то есть готовить ее замене сразу же переходник карбюратора я откручиваю то есть это произошло из-за перегрева то есть если был перегрев косы одна из поломок которая может возникнуть это разрушение подшипника коленвала и последствия от этого бывает просто появляется стук а бывают вот такие вот серьезные последствия которые приводят к тому что здесь нужно делать целый комплекс поэтому если вы услышали какой-то посторонний стук при работе сразу же выключаете инструмент и ищите причину вот ролики этого подшипника ни в коем случае не продолжайте работать если появился какой-то посторонний шум особенно стук начинайте поиски вот эти все части выбрасывайте чтобы они у вас не лежали на столе иначе они попадут при сборке вот я чашку отсоединил теперь нам нужно открутить сцепление снять магнета и тогда мы получим доступ до винтов чтобы раскрыть картер достаточно плотно сидит но если не получится то в тиски зажму и буду откручивать я сейчас наверное сделаю сейчас пойду сейчас зажму в тиски вот эту часть и буду откручивать откручу эти винты и откручу гайку которая крепит магнета потом с вами дальше продолжим так вот я открутил сцепление откручиваю вот эту вот гайку я выкручиваю полностью потому что под этой гайкой может находиться шайба ее надо убрать для того чтобы сбивать потом легко вот шайба есть она лежит сейчас я сниму вот шайба я снял она мне будет просто мешать Потому что сейчас я вот эту гайку, которая крепила магнета на коленвалу, я ее накручу заподлицо с коленвалом. Можно, конечно, этого не делать, потому что коленвал я буду менять, в принципе. Но если вы по-правильному, то есть если вы не меняете коленвал, а снимаете магнета, тогда нужно снять эту шайбу и вот таким вот, через надставку, у меня латунная надставка, таким вот ударом сбивать магнеты. Оно может сидеть очень хорошо, поэтому постараться надо будет, чтобы сбить магнеты. Можно использовать, конечно, и съемник для того, чтобы снять магнеты. То есть съемник можно самому сделать, то есть вот под эти болты. Сейчас снимаем. Вот так вот оно достаточно туго сидит. Видите? Очень туго сидит. Но уже пошло. Уже сейчас только на шпонке сидит. Сейчас буду легким постукиванием пытаться его сдвинуть. Вот снял шпонка. И теперь я имею доступ вот к этим винтам для того, чтобы открыть картер. Если эти винты не идут, возьмите головку под шестигранник. Ставите молоток и у вас пойдет, видите? То есть они могут сидеть на фиксаторе резьбы, эти винты. Поэтому, для того, чтобы их открутить и не сорвать. С простукиванием откручивать. Все винты откручиваются. Винты мы раскрутили. И теперь можно открыть картер. Это я снял. Теперь я еще не снял вот эту вот чашку. Фиксирую коленвал. И также откручиваю гайку, а потом откручиваю всю чашку. Чтобы не поломать чашечку, вот так вот возьмите такую вот надставочку. Сдвиньте ее с посадочного места, то есть с резьбы, чтобы она откручивалась. И от руки ее уже можно будет открутить. Теперь можно открыть картер. Винты откручиваем. С легким постукиванием я снимаю. Снял я цилиндр с поршнем и коленвалом. Вот этот вот подшипник, вот этот подшипник, он рассыпался и натворил вот таких бед. Здесь вот люфт, вертикальный люфт есть. Вот остатки этого подшипника. Постараюсь вот эту вот прокладочку снять. Она мне пригодится. Аккуратно ее попробую снять. Ну, если она порвалась, в принципе, вы все равно будете набор прокладок иметь. Поэтому, это так. В целях того, что можно использовать в будущем. Вот я прокладочку эту снял. Все. Ну, можно еще, если у вас вот эта прокладка, цилиндра, снимается, можете ее попробовать снять. Если не снимается, меняете. Так, все. Вот я снял, разобрал картер. Аккуратно. Ну, если у вас сальники нормальные, если нормальные, можно, конечно, их не менять. То есть, если коса ходила недолго, то есть, можно их проверить. Вот так вот аккуратно их вытягиваем и проверяем. То есть, если сальники нормальные, их можно использовать. Не обязательно их менять сразу же. Это если коса, скажем, больше там работала, чем 3 года, и вы такую работу делаете, то тогда, конечно, лучше поменяйте. Вот аккуратно сальники я снял. Проверяю, если они не задубевшие, если они нормальные, то их можно оставить. Так. Все вот это вытираем. Внутри. И продуваем. Чтобы нигде не осталось. Промываем даже внутреннюю часть. Чтобы нигде не остались металлические части подшипника. Проверяем вот эти подшипники. Они не должны шататься. Они должны без всяких хрустов вращаться. Вот я вытираю. Прокладка. Опять же, в комплекте это все есть, поэтому эту прокладку тоже лучше поменять. И точно так же я вытираю от металлических частей вторую часть картера. Проверяю этот подшипник. То есть, в нем не должно быть. Его лучше, конечно, и промыть. Промыть и продуть. Сейчас я возьму запчасти. И будем с вами продолжать. Что я возьму? Я возьму цилиндр, поршень возьму. Возьму коленвал. Сальники коленвала возьму новые. Набор прокладок. И будем с вами собирать эту косу. Так, вот я взял необходимые мне запчасти. Я взял коленвал. Я взял прокладки. Поршневую взял. Вот. Сейчас с вами это все будем собирать. Так. Значит, что мы делаем сначала? Так. Значит, смотрите. Мы очистили поверхности. И сейчас поставим прокладку картера. Эту вот прокладочку мы ее сейчас установим. То есть, я беру герметик. Можно без герметика. Но я всегда уплотняю герметиком. Тонким слоем наносим вот на поверхность картера. Вот так вот по краю. Это для того, чтобы лучше было уплотнение. Просто тонким-тонким слоем. на одну часть нанесли. И нанесем на вторую. Вот здесь вот направляющие есть. Вот такие вот. Мы их вынем сначала. И сейчас аккуратно тонким слоем промажем. а потом их обратно вставим на место. промазал. Так, промазал. Можно в эту часть, можно в ту часть вставлять, без разницы куда. Вот я направляющие втулки вставляю и надеваю вот эту вот прокладочку. Вот она стала хорошо. Прокладку я положил, расправил ее. Теперь вставляю коленвал. В коленвал я вставляю вот этим конусом вперед. вот он так плотненько становится на одну часть и надеваю сейчас на вторую. Подшипники надеваю. Вот. Одел я коленвал и теперь его закреплю. То есть вот этот картер я скреплю. Вот этими винтами четырьмя мы скрутим. То есть сальники я не устанавливаю пока. Сальники я установлю после того, как будет стоять коленвал. Закручиваю по диагонали для того, чтобы распределить усилия затяжки. Вот я наживляю сначала. А потом буду зажимать. Закручиваю. Наживил. Сейчас я их по диагонали зажму. Хорошо зажму. На уплотнитель резьбы сажать не обязательно. Если вы хорошо зажмете, эти винты они с гроверами, поэтому они не открутятся. Все. Проверяю. Коленвал ходит свободно. Остатки прокладки, вот эти вот остатки прокладки я срежу. Можете стамеской срезать, ножом. Вот чтобы здесь было заподлицо. Есть. Стоит. Теперь поставим сальники коленвала. Можно использовать эти сальники коленвала. Они в принципе хорошие. Но я поставлю новые сальники коленвала. Если у вас сальники хорошие, вы можете их использовать. Вот сальники коленвала. Прежде чем ставить сальник коленвала, внутреннюю часть, вот эту вот внутреннюю часть, я маслом промажу. Чтобы не было задиров при установке. И вот так вот я его просаживаю. Аккуратно от руки направил. И сейчас вот через насадочку цилиндрическую я его просажу на свое место. Вот сальник один стал. Уже коленвал немножко туже вращается, но это ничего страшного. То есть он приработается, все будет нормально. И точно так же второй сальник ставлю. Промазал и устанавливаю его на место. Все, просадил я сальник, он стоит на своем месте. Вот, все вращается, все хорошо. Теперь можно поставить магниты. То есть я ставлю в ту шпонку шпоночный паз и одеваю магнит. Закручиваю гайку. Можно после этого поставить сцепление. То есть сделать сборку этой части. И потом уже дальше продолжать ставить. Когда уже будет стоять бачок, когда уже будет все стоять, можно уже ставить будет поршню. Хорошо закручиваем эту гаечку. Все. И сейчас поставим сцепление. Сцепление ставим. Вот здесь на этом сцеплении стрелки есть. Вращение. Вращается эта коса против часовой стрелки магнита. То есть соответственно мы в сторону вращения стрелки направляем. Так, продолжаем собирать косу. То есть я сейчас прикручиваю сцепление. Хорошо затягиваю эти болты. И сажать их на уплотнитель резьбы не обязательно. Если вы хорошо затянете, никуда они не денутся и не открутятся. Так. С этой стороны мы поставили все. Теперь ставим чашку стартера. Накручиваем ее от руки. и фиксируем в гайке. Есть. Переднюю часть поставлю. И можно будет поставить уже и бачок. То есть я поставлю сейчас переднюю часть. Поставлю стартер. А потом уже прикручу бачок. Так. Поставим стартер. Смотрите, если болтается, можно подтянуть эту веревку. То есть как это сделать? Сделать это очень просто. Не надо вязать узлов никаких. Просто вытягиваем чуть шнура. Достаем его с этой стороны. И делаем один оборот. Против часовой стрелки. Все. Стартер подтянули. Ставим его. Один винт я закручу. А потом уже прикручу бачок и остальные винты. Здесь бачок и защита бачка. Она крепится через пластину стартер. Вот так. Сейчас я еще раз его поставлю. Так как он на место не стал. Теперь все. Встал на место. Могу зафиксировать. Поставлю это все сюда. и Продолжение следует... 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 Он может расплавиться, если особенно пойдет перегрев косы. Расплавится переходник и появится зазор. У вас еще больше будет перегреваться коса, будет подсос воздуха идти. Вот я промазал и эту часть. Теперь прикручу переходник карбюратора. Переходник карбюратора прикручиваем таким образом, чтобы вот это отверстие и вот это совпали. И также на прокладке. Смотрите, чтобы прокладка попала отверстием напротив отверстия переходника. Иначе не будет работать карбюратор. Так, вот эти винты, вот эти винты лучше всего посадить на уплотнитель резьбы. Если у вас уплотнителя, фиксатора резьбы нету, вы можете тогда эти винты посадить на... Лак для ногтей. Он тоже выполнит роль фиксатора резьбы. Все. Вот теперь их хорошо-хорошо, их надо затянуть. Эти винты. Чтобы не ослабли. Потому что если они ослабнут, подсос воздуха, начнется перегрев косы. Очень часто перегрев тоже возникает именно из-за того, что откручивается переходник. Поэтому периодически откручиваете карбюратор и проверяйте вот эти вот перед началом сезона, как закручены эти винты. Все. Винты закрепил. Тонким слоем герметика промазываю поверхность, которая соприкасается с картером цилиндра. Толстых слоев не надо. Это тонкий слой уплотнения. Дополнительное. Тонкий слой кровот BURN Тонкий слой пад RAW. Тонкий слой печаль. промазал и ставлю прокладочку и опять же по прокладке я промажу тонким слоем герметика важно вот тут отверстие есть его не забить герметиком мажьте аккуратно вокруг через него из картера поступает воздух это импульсный канал который позволяет карбюратору качать бензин теперь ставим цилиндр на поршень пару капель масла размазали по поверхности цилиндра вот и сейчас одеваем то есть вот выхлоп у нас с этой стороны напротив стрелки вот так вот придерживаем кольца и аккуратно одеваем кольца придерживаем напротив штифтов без всяких нажимов особых и пароворотов одеваем чтобы кольца не попали случайно выхлопные отверстия и не сломались вот и теперь можно закрутить винты опять же закручиваю по диагонали сначала их я не затягиваю я только наживляю возьму эти винты потому что это винты другие я разбирал раньше винты у меня лежат цилиндра здесь сейчас я их возьму секундочку я взял винты которые крепили цилиндр и сейчас их закручу этот винт катушку крепил поэтому я его поставлю именно на катушку чтобы они одинаковые были и после того как я прикручу цилиндр я поставлю катушку зажигания и выставим с вами зазор поставил винты и сейчас их по диагоналям закручу хорошо закручу проверяем никаких стуков все работает хорошо ставим катушку зажигания то есть для этого выставляем магнита магнитом напротив катушки можно с пластиковой бутылки можно взять визитку приложить вот так вот и вставим катушку зажигания очень важно когда снимаете катушку посмотрите как она у вас стояла потому что если вы неправильно поставите может не совпасть момент зажигания вот это вот часть на катушке она не ровно по центру поэтому есть значение как его поставить катушка в данном случае стояла вот так вот так ее и ставим что может так стоять может наоборот это от этого зависит как будет момент зажигания ранее позднее или в этот момент смотрите вот сейчас я установил она прилипла через катушка через визитную карточку прилипла к магнита вот сейчас я эти винты могу закрутить и зажать это будет тот зазор который необходим после того как я поставлю уже с этим зазором я проверну магнита чтобы она нигде не цепляла за катушку проверим на всякий случай потому что бывает такое что вы выставили здесь зазор все нормально а у вас магнита бьет об катушку поэтому проверяйте проверили все нормально можно поставить глушитель с и Глушитель, защиту. Все это уже можно собирать, подсоединять карбюратор и заводить. Ставим защиту. Этот кожух надеваем. Ставим. 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 Ставим.